Духовное сознание Тайна гармоничной жизни заключена в развитии духовного сознания. В этом сознании страх и беспокойство исчезают, а в жизни становится значимым сам процесс осуществления жизни, и основным смыслом жизни становится сама жизнь. Степень духовного сознания, который мы достигаем, определяется тем, насколько мы перестаем зависеть от форм внешнего мира и доверяемся чему-то большему, чем мы сами, бесконечному невидимому, которое может преодолеть любое препятствие. И это и есть осознание благодати Бога. Существует определенная практика, которая поможет достижению этого духовного сознания. Ею можно заниматься, находясь в самом борном водовороте мира. Мир будет настойчиво напоминать вам о том, что у вас существуют потребности и желания, что вам что-то нужно, и вы чего-то хотите. Но давайте на каждую мысль подобного рода реагировать так. Нет-нет, это совсем не то, чего я хочу, и это не то, что мне надо. Мне во всем достаточно твоей благодати, и больше мне ничего не надо. Ни денег, ни драгоценностей. Только твоей благодати. И давайте придерживаться этого с полной решимостью. А если нам все-таки покажется, что у нас в чем-то появилась потребность, в жилье, одежде, здоровье или железнодорожном велите, то давайте оставаться непреклонными, твердо зная, что наша единственная потребность – это его благодать. Какая-нибудь работа может потребовать от нас сил, здоровья и знания, которые, как нам кажется, превышают наши возможности. И нам может показаться, что это потребует больших расходов, чем мы могли бы себе позволить. Но вместо того, чтобы так думать, давайте вспомним «Он выполнит положенное мне», «Господь совершит за меня» или какой-то другой отрывок из Писания. Человеческое мнение может убедить нас в том, что задача, стоящая перед нами, физическая, ментальная, нравственная или финансовая, превышает наши возможности. Но мы оборачиваемся к Нему, тому, который внутри нас, зная, что это Он совершает то, что дано нам. Он исполняет то, что нужно мне. И тогда груз спадает с наших плеч. Ощущение личной ответственности рассеивается. И неожиданно для самих себя у нас появляется нужная нам способность. Хотя мы тот же обнаруживаем, что это не наша способность. Это Его способность, выражающаяся через нас. И таким образом из нашей слабости вырастает сила. Но это не наша сила. Это Его сила. И мы совершаем работу посредством Его силы. А если мы нуждаемся в отдыхе, то, обращаясь к Писанию, находим «Придите ко мне, уставшие от трудов, и я дам вам отдых». Одним из наиболее утешительных отрывков из Писания является следующий. «Мир мой даю вам не так, как мир дает. Я даю вам». Если бы мы могли провести целый месяц у размышлений над этим утверждением, то совершенно иной мир открылся бы нам. Возможно, мы уже спрашивали себя о том, что же такое покой, и мы знаем тот покой, который может дать нам мир. Но это совсем не то, в чем мы нуждаемся. Многие из нас думают, что мы обрели бы покой, если бы у нас было достаточно всего для удовлетворения своих потребностей, если бы мы были здоровы, и у нас были бы те взаимоотношения, которые нас устраивают. Может быть, это и так, но обладание всем этим еще не гарантирует того, что нам не понадобится вдруг что-то еще. И до тех пор, пока в своем достижении покоя мы полагаемся на людей или на определенную ситуацию, мы не найдем ни удовлетворения, ни покоя. «Мой мир» не так, как мир вам дает, но «Мой мир». «Мой мир» – это тихий дух, который находится внутри нас и который не имеет никакого отношения к состоянию наших дел. Хотя, в конце концов, именно он и устраивает все наши дела. Вера в бесконечное невидимое углубляется и усиливается по мере того, как мы учимся сознательно зависеть от него, того, кто выполняет положенное нам. Он бесконечное невидимое и выполняет любую работу, данную нам в видимом мире. Именно бесконечное невидимое и совершает все это за нас. Невидимая благодать – это то, что является для нас достаточностью всего во всем. Невидимое присутствие идет перед нами, чтобы выровнять нам пути. Постепенно, по мере того, как снова и снова к нам приходит соблазн сказать «мне нужно», «я хочу», «мне не хватает», мы вспоминаем, что все, что нам нужно, содержится в бесконечном невидимом. Такое обучение себя вспоминать о бесконечном невидимом углубляет духовное сознание. Брат Лоренс называл это практикой присутствия Бога. Иудеи называли это упованием на Бога и признанием Бога на всех путях. Иисус называл это пребыванием в Слове. Такая практика, в конце концов, приводит нас к полному доверию бесконечному невидимому, который дает нам возможность осознать видимое, когда мы испытываем в нем необходимость. Материальное осознавание жизни исходит из веры в формы блака. Жизнь духовная предполагает использование и обладание формами, то есть всем тем, что существует в мире. Но опирается она на веру в то, что является сущностью любой формы, в то, что создает форму, то есть в невидимое. Все духовные откровения показали, что сущность этой Вселенной находится внутри нас. Наше сознание является сущностью нашего мира. Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Если что-нибудь в мире следствий разрушается, то в короткий период времени это может быть восстановлено или построено заново. Разрушались одни великие цивилизации, и на их месте появлялись другие. Все то, что разрушено, может быть построено вновь, потому что все, существующее во внешнем мире, существует в виде деятельности сознания. Если бы теперь нам пришлось потерять дом, семью или удачу, то мы уже знаем, что сознание, построившее все это, может заново воспроизвести то же самое. По мере того, как сознание становится более духовным, доверие к бесконечному невидимому увеличивается, а наша любовь, ненависть или страх в отношении чего-то внешнего уменьшается. Мы видим в бесконечном невидимом закон, причину и деятельность всего сущего и перестаем беспокоиться о форме, будь это человек, вещь или обстоятельства. Осознавание невидимого, как субстанции всех форм, является жизненно важным в достижении духовного сознания. Видимая форма – это всего лишь естественное следствие действия невидимого закона и причины. Каждая деталь жизни определена не внешними условиями и вещами, а нашим сознанием. Например, тело. Само по себе оно не имеет ни власти, ни ума и не является ответственным за свои действия. Рука, предоставленная самой себе, останется навсегда без движения, если не существует нечто, которое двигало бы ею. И это нечто мы называем «я». Это «я» и определяет, каким образом эта рука будет использована. А сама рука не может определить этого. Рука существует как следствие или как форма, и она лишь откликается на указание. Она послушна нам как прибор или как инструмент, и именно мы наделяем руку той действенностью, которой она обладает. Такой же подход можно применить и к рассмотрению действий других частей тела. Сознание, которое сформировало тело в самом начале, и является тем сознанием, которое поддерживает и сохраняет его. Бог дал нам владычество посредством сознания. И то сознание, которое является созидающим принципом нашего тела, является и тем принципом, который поддерживает тело и сохраняет его. И если мы постигли этот принцип, то мы постигли весь принцип жизни. Царство Божие находится внутри нас. И закон жизни, субстанции, деятельность, разумное управление жизнью, в буквальном смысле, находится внутри нас. Нам нужно доказать это только в какой-то одной сфере. И мы тем самым докажем это в любой другой сфере. Если мы можем доказать, что 12 яблок, умноженное на 12, это 144 яблока, то мы сможем доказать, что 12, умноженное на 12, равно 144, независимо от того, яблоки это люди или миллион. И если мы можем доказать для какой-то одной сферы бытия, что Царство Божие находится внутри нас, и жизнь, деятельность и гармония нашего существа определены законами Бога внутри нас, то нам не будет трудно доказать это для каждой сферы нашей жизни, будь это здоровье нашего тела или любой тип взаимоотношений в нашей жизни. Вся тайна заключена в слове сознания. Интеллектуальное знание того факта, что Бог – это все сущее, не имеет никакой ценности. Единственная ценность, которую имеет любая истина, заключается в степени постижения этой истины. Осознанная истина и есть духовное сознание. И если мы ощущаем присутствие Господа, если мы сознаем активность Бога, то все это и является для нас существующим. Бог есть любовь. Бог есть жизнь. Бог есть дух. Бог есть все. И эта истина, независимо от того, являемся ли мы святыми или грешниками. Эта истина, независимо от того, молодые мы или старые, иудеи или язычники, люди Востока или Запада, черные, желтые или белые. Для Бога не существует исключений. Он не делает различий между личностями. И Бог не может оказаться за пределами своей собственной вселенной. Но мы можем. Мы можем сами исключить себя из нее. Бог есть. Бог существует. И в этом нет сомнений. Этот Бог бесконечен по своей сути, вечен, универсален, безличен, бесстрастен и вездесущ. Но как осознать то, чем является Бог? Как внести в свою жизнь все то, что мы знаем о Боге? Чтобы проиллюстрировать это, мы можем обратиться к музыке. Закон музыки является абсолютным. Однако, если нам не удастся понять или следовать ему, и звуки, произведенные нами, превратятся просто в хаотический шум, то мы не пытаемся восставать против закона. Мы просто более старательно упражняемся в применении этого закона, пока не станем более искусными. То же самое должно происходить и с переживанием Бога в своей жизни. Бог есть. Бог есть здесь. И Бог есть сейчас. Но действительным и доступным для нас он становится только по мере нашего осознавания и готовности принять дисциплину. Ту дисциплину, которая является необходимой для достижения того разума, который был также в Христе Иисусе. Бесполезно сидеть и молить «О Господи, когда Ты придешь в мою жизнь». Давайте осознаем следующее. Бог есть благо. И Его работа завершена. Благодарю Тебя, Бог, что этот закон существует и что он доступен для меня все время. Теперь покажи мне то, что я должен сделать, чтобы осознать этот принцип, эту любовь, эту жизнь и это бессмертное тело. Когда мы достигнем такой готовности, тогда мы начнем путешествие по той дороге, которая ведет к духовному сознанию. Духовное сознание достигается посредством деятельности истины в сознании. Сосредоточение мышления на цитатах из Писания или на изречениях истины из других источников помогает одухотворению мысли. Чем больше мы читаем и слышим об истине, тем более активной становится истина в нашем сознании. Таким образом, мы учимся пребывать в слове. Это и является первым шагом на пути. Второй, более важный шаг это быть способным воспринять истину изнутри себя, быть восприимчивым и отзывчивым к той истине, которая находится внутри нас. И тогда уже мы не думаем об истине, не читаем о ней, не слышим истину умом. Мы начинаем осознавать послание и слова Бога внутри себя, потому что внутренние ухо и внутренний глаз уже стали развитыми посредством нашего осознавания буквы истины и сосредоточения на ней. Буквы истины состоят из изречений, цитат и слов. Однако ничто из всего этого не обладает каким-то особым могуществом. Единственное могущество – это сам Бог. Это можно было бы описать с помощью следующей ситуации. Допустим, мы весь день сидим в комнате с задернутыми шторами и ведем беседу о солнечном свете. Что такое свет, как он действует и как его осознать. Затем, несколько часов спустя, кто-то говорит. И после всех этих разговоров о свете в комнате все еще темно. Да, еще темно. И тьма останется до тех пор, пока мы не раздвинем шторы. То же самое происходит, когда мы говорим об истине. Можно читать об истине, изучать ее, слышать о ней, но даже не ощутить света, даже не почувствовать присутствие силы Бога, пока в конце концов не будет предпринят окончательный шаг открытие сознания самому присутствию Бога. Когда мы начинаем постигать истину сознательного, изнутри своего существа, тогда мы переходим от буквы к духу. Это является наиболее важной фазой действия истины в сознании. Второй шаг, который подводит нас к такому состоянию сознания, где мы становимся восприимчивыми и отзывчивыми к тихому, спокойному голосу, не может быть предпринят до тех пор, пока вы не овладели первым шагом, знанием буквы истины. Все те годы, которые человек провел за чтением изречения истины и размышлениями над ними, когда он слушал об истине, посещая церковные службы, лекции или занятия, служен для того, чтобы подвести его к тому состоянию осознавания, когда изнутри его существа начинает изливаться вдохновение. Однако обычно это вдохновение приходит только после основательного изучения буквы истины. Иисус говорит нам, чтобы мы позволили Слову Его пребывать в нас. И тогда тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Жить в этой истине, пребывать в Его Слове и означает приносить много плода, то есть жить гармоничной духовной жизнью. Но если мы перестаем жить в Слове, пребывать в нем, и если мы перестаем позволять Ему пребывать в нас, то мы становимся теми ветвями, которые увядают и их отсекают. Но как мы можем пребывать в этом Слове, если не знаем его? Мы должны знать истину, должны узнать то, что является точной буквой истины. Давайте возьмем для работы определенный принцип и будем придерживаться его до тех пор, пока внутри нас не появится ощущение духовного знания, которое и является постижением. Тогда мы поймем, что достигли Духа истины, сознания истины, которые есть Слово Бога и которые есть Могущество. Любой из нас, имея достаточно сильное желание постичь Бога, может достичь этого осознавания. Благодать Бога осуществляет это. Однако, можно изучить все представленное в букве истины и все же оставаться той ветвью, которая увядает. И это прекратится только тогда, когда мы настолько будем жить в Слове и позволять Слову жить в нас, что сам Дух Бога будет пребывать в нас. В человеке существует Дух. В человеке действительно существует Дух, Дух Бога. Ни один человек не лишен его. Но большинство из нас его не знают. Точно так же, как мы не осознаем существование кровообращения внутри своих тел. Бог находится с нами. Божественное присутствие заполняет все пространство. Дух Бога пребывает в нас. Но многие ли из нас чувствовали присутствие? О нем говорят, молятся, территизируют, произносят проповеди, но его не испытывают как реальность? Но необходимым является именно сознательная осведомленность о присутствии. Подлинное ощущение присутствия или его осознавания. Как вы знаете, что Дух Бога пребывает в нас? Если мы освобождаемся от ненависти, зависти, ревности, злобы, самовосхваления, корысти, предрассудков и фанатизма, то мы тем самым готовим место для Духа Бога, так как Бог не может пребывать среди таких качеств. Пока эти качества присутствуют в нашем сознании, нам нужно стараться чаще пребывать в истине и позволять ей пребывать в себе, пока не настанет то время, когда Христос станет настолько живым для нас, что такие тлетворные мысли уже не коснутся нас. Вот тогда Дух Бога и будет пребывать в нас. Дух, который есть Христос надежда славы. Смотрите, я стою у двери и стучу, и если кто-нибудь слышит мой голос и откроет дверь, я приду к нему, и он будет со мною. Большая часть религиозных учений говорит о том, что Дух Бога находится везде. Но это не так. Если бы Дух Господа находился везде, то каждый был бы свободен, здоров, богат, независим, радостен и гармоничен. Нет, Дух Господа присутствует только там, где он осознан как реальность. Пока мы не ощутим действительного присутствия Бога, мы не будем обладать Духом, как бы сильно нам этого не хотелось. И здесь снова можно вернуться либо к той воображаемой ситуации с закрытыми шторами на окнах, либо к утверждению о том, что электричество существует везде. Да, это правда. Электричество существует везде. Точно так же, как и везде существует Дух Бога. Однако электричество не имело бы для нас никакой ценности, если бы мы не могли как-то использовать его. То же самое происходит и с Духом Бога. Он находится везде в абсолютном духовном смысле, но он только в той степени действенен в нашей жизни, в которой он для нас реален. Недостаточно только слушать лекции об истине и читать Писание. Должна иметь место сознательная активность истины. И эта активность должна происходить постоянно. Это не означает, что мы можем пренебрегать своими обязанностями и деятельностью. Это означает, что мы должны обучить себя тому, чтобы какая-то область нашего сознания постоянно была активна в постижении истины. И когда мы смотрим на формы природы, на деревья, цветы, океан, или встречаем людей, в каждом испытанном нами переживании мы ощущаем некую меру Бога. Мы обучаем себя тому, чтобы видеть присутствие и деяние Бога во всем, что вокруг нас. Мы обучаем себя пребывать в слое. Эта цель очень близка. Однако, насколько она кажется близкой, настолько же она и далека. Потому что каждый достигнутый нами горизонт открывает перед нами нечто еще, манящее нас. По мере того, как мы продвигаемся в своем поиске и снова видим горизонт, у нас появляется ощущение, осталось идти так немного. Иногда требуется всего лишь несколько недель или месяцев, чтобы достичь этого горизонта. И тогда целый мир духа простирается перед нами. И мы верим, что действительно вошли в Царство Небес. И мы действительно вошли на несколько дней. Внезапно мы ощущаем, что уже привыкли к этому свету. И теперь видим другой горизонт, который опять манит нас вдали. Другое продвижение, которое нужно осуществить шаг за шагом. И мы снова опускаемся в путь. Важно усвоить все, что можно о букве истины. Важно понять каждый принцип, а затем практиковать эти принципы до тех пор, пока интеллектуальное знание этих принципов не превратится во внутренние постижения их. Мы основываемся на определенных принципах. Некоторые из них можно найти в священных книгах, христианских, иудейских или книгах о восточных учениях. Некоторые из принципов нигде не записаны, однако известны всем мистикам мира. И чем дальше мы продвигаемся в этой работе, тем более необходимым становится знание каждого из этих принципов. Эти принципы – фундамент нашего понимания. Они должны стать частью нашего сознания настолько глубоко, что если мы столкнемся с какой-то проблемой, то нам не понадобится специально вспоминать их. Математики, много лет занимаясь изучением и практикой своей науки, могут дать правильный ответ на задачу уже в тот момент, когда еще только читают ее. Им иногда даже не требуется бумага или карандарь для подсчета. Архитектор может нарисовать эскиз прекрасного дома за такое короткое время, что этому можно только удивляться. Опытный юрист хорошо знаком с различными положениями и решениями суда, и он либо знает, как закон применяется к данной ситуации, либо знает, где можно быстро найти закон или положение о данном случае. Но если бы его спросили об этом знании, то он вероятно сказал бы, мне потребовалось 20 лет, чтобы научиться этому, и уметь делать все то, что я делаю сейчас. Точно так же обстоит дело и со всем тем, о чем я говорю. Каждый раз, когда нас просят о помощи, Бог вкладывает необходимые слова в наши уста. Иногда это могут быть не слова, а просто улыбка. И для человека, испытывающего финансовое затруднение, она может означать «Сын мой, ты всегда со мной, и все, что я имею, твое». Для того, кто ощущает одиночество и необходимость общения, «Я никогда не покину и не оставлю тебя». Для того, над кем давлеет физическая проблема, ты целостен, а для тех, кто ощущает гнет вины, «Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши». Если мы решим много таких проблем и будем стремиться понять истину, стоящую за фактом или ситуацией, если мы будем делать все это день за днем в течение нескольких лет, то все решения будут появляться мгновенно, как только в них будет возникать необходимость. Долгие годы размышления о Боге и о делах Бога, медитации и стоянии с Богом, все это уничтожит необходимость задумываться над делами этого мира. И когда появится вопрос, немедленно будет найден правильный ответ. Ощущение вслушивания и ощущение ожидания, которое развивается посредством медитации, создает внутри нас нечто подобное пустоте, в которую и врывается Бог, вместе со всем тем, в чем мы нуждаемся, будь это мудрость, сила, благодать или что-нибудь еще. Внимание принципов духовного бытия, то есть знания точной буквы истины, является необходимым. Это основание, на котором мы строим, чтобы иметь представление о том, куда мы идем, почему и какая связь существует у нас с Богом и с ближними. Важно понимать эти вещи, чтобы не впасть в слепую веру, как порой это может случаться. Необходимо знать букву истины, чтобы не оказаться в состоянии умственного хаоса, когда у нас нет ясности осознавания, и мы полагаемся то на одно, то на другое, не понимая того, что есть. Духовная жизнь не может быть построена без понимания Бога, без понимания природы и характера Бога, сути божественного закона и сути божественного бытия. Берите отрывки из Писания, которые воплощают духовные принципы, и вживайтесь в них, не расставайтесь с ними. И в любой ситуации, перед лицом любого несовершенства, держите в себе эти принципы как знамя до тех пор, пока они не станут естественными для вас. Это и есть пребывание под кровом Всевышнего. Это и значит жизнь, двигаться и существовать в сознании Бога постоянно, а не только в течение нескольких минут, пока мы читаем книгу или слушаем лекцию. Несмотря на те требования, которые налагает на нас мир, мы должны днем и ночью находить паузы для практики присутствия. Это не нарушает нашей дневной деятельности и не означает, что мы должны прекращать ее на некоторое время. Мы в это время можем стоять у плиты или косить траву и одновременно с этим хранить свое сознание открытым Богу, помня о том, что довольна мне благодати твоей. Мы можем идти по улице, делать покупки или везти машину, но при этом помнить на мне дух Господа Бога. И этот дух есть покой и радость для меня и всех, кто входит в область моего сознания. Важно, чтобы мы не позволяли себе прожить ни одного часа бессознательного воспоминания о том, что цель нашей жизни обрести тот разум, который был также во Христе Иисусе. Цель духовной жизни достичь Божественного сознания, жить, двигаться и существовать в вечном осознавании Божественного присутствия. Осознайте ясно, что любая духовная мудрость включает в себя две части. Первая – знание истины, а вторая – обладание тем разумом, который был также во Христе Иисусе. Поэтому возьмите определенные принципы из тех, которые найдете в этой книге и живите ими. Берите их по одному. Возьмите сначала один, и храните его в себе день и ночь в течение недели или месяца. Затем возьмите другой и живите с ним, используя его как критерий для измерения всего, любой ситуации, любого переживания. Каждый человек может изменить течение своей жизни, если он не только слышит и читает об истине, но и ежедневно делает ее активной частью сознания, пока она не станет привычной в любой момент. Именно она, а не случайно появившаяся мысль. Пусть эти принципы действуют в вашем сознании утром, днем и ночью, пока не придет подлинное знание. И тогда мы осуществляем переход. Вместо слышащих слова, мы становимся исполняющими слова. И теперь мы будем пребывать в слове и приносить много плода. слова. Продолжение следует...